Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием City Skylines. Наконец-таки в нашем городе появилась первая линия метро. Она проходит вот таким образом, идет из нашего плотного района через, в общем-то, весь основной наш город и уходит в промышленную зону. Люди таким образом могут с легкостью добираться до места работы, не только на автобусе, да, но и теперь путем метрополитена, скажем так. Так, добавил несколько отводных путей из города на шоссе сразу, чтобы машины не перлись через центр, да, если им нужно, допустим, уехать или сюда тоже проехать, чтобы они пользовались развязками, и шоссе по большей степени, чтобы вот эта дорога у нас, главное, не была сильно загружена. Также добавил еще один мост, который ведет из промышленной зоны сразу тоже в жилые районы наши, ну, машинки тоже им пользуются, естественно, потому что им удобнее, чем всем переться через одну дорогу и опять же там создавать пробки. И вот, добавил смену дня и ночи, посмотрим, попробуем поиграть с ней, как это будет вообще. Ночью, конечно, да, я посмотрел, красиво, в принципе, выглядит, там фонари все горят, здание светится здорово, ну, конечно, создает некоторые проблемы в постройке, потому что ночью, честно говоря, плоховато видно, что куда и как строить. Ладненько, с этим тоже разберемся, мы привыкнем, будет нормально. Нам, как мы видим, требуется, как всегда, промышленная зона, я уже не знаю, тут надо, наверное, еще отдельную какую-нибудь огромную промышленную зону ставить, чтобы удовлетворить эту потребность для нашего города, да, и тогда мы сможем приступать, в принципе, к дальнейшей застройке этого района. Я бы хотел, все-таки, наверное, здесь сделать еще вокзал, тоже доберемся, посмотрим. Сегодня, я думаю, попробуем застроить вот эту часть и сделать новенький район вот этот вот. Вот, возможно, мы его сделаем как раз-таки уже с применением, так скажем, новых классификаций района, да, нового зонирования, то есть там у нас будут натуральные и местные продукты какие-нибудь там, автономные дома вот эти вот попробуем построить здесь, посмотрим, как это будет выглядеть вообще. Так, а, подожди, это у нас что? Это у нас для коммерции, да, коммерческая специализация. Заменяет постройки в коммерческой зоне на магазины натуральных продуктов. Ну, короче говоря, да, зеленые товарищи будем строить. Хорошо, давайте пока немножко здесь расширим зону промышленную нашу, поскольку это от нас требуют, а не без конца. Так, здесь все застройте, здесь тоже давайте заводы строите тогда свои, раз они вам так-то сильно требуются. Надо нам это с вами потребности погасить, чтобы к нам приезжали новые граждане, да, были рабочие места и так далее. Ну, конечно, не очень нравится мне этот перекресток, потому что здесь все-таки машины стоят потихоньку. Ну, ладно, пока не сильные пробки, в принципе, терпимы еще. В принципе, терпимы здесь, главное, у нас тоже все разгружено. Город, поэтому постоянно в движении, нигде ничего не стоит. В принципе, в целом, я думаю, можно уже избавляться от этих ветряков. Нам с вами, да, у нас электроэнергии хватает. В общем-то, поэтому здесь можно их заменить. Давайте, думаю, удалим, чтобы они здесь шум не создавали нашим гражданам. Все, сразу-таки, сдовольные и счастливые, да, и поставим здесь парочку деревьев, я думаю. Так, у нас там были какие-то замечательные новые сосны, да, огромные. Такие прям вот можно... Знаете, типа, великовые деревья будут пускать. Ой, одна больше другой. Ну, ладно, ничего страшного, нормально. Вот так прям дорожка к ним будет подходить. Все, пускай здесь такие сосны у нас будут. И, в принципе, я думаю, можно еще парочку камней. Что у нас тут есть вообще интересненького? Можно башни какие-нибудь поставить. Типа, знаете, здесь раньше был какой-нибудь замок. Потом он порос в деревьях. Да, давайте сейчас попробуем. Так, раз, два, три, четыре. Как-то кривовато получилось. Ну, ладно. Так. Так, и тут, я знаю, где-то были у нас стеночки. Должны быть. Стеночки, вот они. Так, сейчас посмотрим, главное, чтобы они не мешали ничему. Ну, серьезно. Ладно, потом протянем их немножко еще подальше, чтобы это действительно оказалось каким-то замком, знаете, таким. Пускай он будет таким не очень ровным. Здесь мы с вами сделаем только вот так вот, до дорожки, да, чтобы можно было туда пройти как бы внутрь людям. Все, и здесь вот так тоже с вами делаем. Слушайте, а смотрится забавно, на самом деле. Смотрится весьма неплохо. Сейчас попробую подтянуть. Если получится, будет клево. Ну, да, получается, в общем-то. В общем-то, получается. Во, здорово. Вот теперь действительно как стена смотрится, да? Здесь сейчас тоже везде подтянем. Тогда давайте с вами. Так, там, кажется, мы вход с вами закрыли, да, в башню. Ну, ладно. Ничего страшного. Во, хорошо. И здесь сейчас тоже сделаем так. Все, а тут... Блин, надо башню повернуть, что ли, я даже не знаю. Как-то она... Как-то она немножко... Давайте повернем в эту сторону, да, ее... Вот так, чтобы вход здесь был хотя бы. Хотя бы один в башне, да? И теперь можно прижать уже только эти... Вот здесь и... В общем-то здесь. Все, во, так отлично смотрится. Типа такой замок здесь у нас. Даже можно по центру еще, наверное, каких-нибудь... Извояний поставить. Так, что у нас тут есть? Замок. В общем-то, ну, замок здоровенный. Замок здоровенный. Ну, ладно. Где-нибудь, может быть, в другом месте поставим его. Тут, наверное, пока-то ничего. Домик поставить. Нет, домик здесь не нужен. Просто каких-нибудь деревьев давайте еще добавим. Сюда. Типа какое-нибудь центральное дерево должно быть в этом замке. Оно должно отличаться немножко от других. Ну, вот, в принципе, вот такое можно поставить. Сейчас с другой стороны можно... Так, а есть что-нибудь побольше-то? Ёлку? Ну, пускай будет ёлка. Давайте вот так сделаем. Все. Вон, парк мы заменили. Теперь у нас здесь есть просто парк с развалином какого-то... А-ля замка бывшего. Хорошо. Так, сейчас мы смотрим, уже приближается время ночное. У нас тут уже все застроилось. Отлично. Спрос хотя бы немножечко осел. Это уже меня радует. Ну, мы на самом деле заранее еще подготовим немножечко почвы. Так, я надеюсь, загрязнение тут... Ну, в принципе, до сюда будет доставать. Если мы даже еще одну сторону построим с вами, да? Еще. Так, один уровень, скажем так. Давайте, я думаю, построим. Вот здесь, да? Ну, главное, чтобы загрязнение просто до наших ферм не доходило. А то так немножко не клево будет. Так, давайте здесь. И здесь вам еще заводы. Пожалуйста, стройте. Надеюсь, вам теперь хватит их. Надеюсь, вам теперь хватит. Ну, и рабочих, соответственно, тоже будет хватать. У нас сейчас немножко ребята наши разъезжаются. Но сейчас спрос появится у нас на жилье. Вот он уже потихоньку появляется. Может, здесь как раз-таки будет застроить этот район. Дальше, да? Крупный. А с другой стороны, можно попробовать все-таки здесь застроить район. Начать, чтобы посмотреть хотя бы, как эти дома будут выглядеть, да? Район я здесь разметил уже. Давайте специализацию сразу тут поменяем тогда. Так. Коммерческие, натуральные, местные продукты. Так. Центр информационных технологий. Тоже, да? Из новых специализаций у нас имеется. Специализация деловых зон превращает обычные офисы в хай-тек здания. Требуется на 50% меньше сотрудников. Электроэнергии на 30% и налоги зато на 30%. Неплохо. Мне это нравится определенно. Так. И жилые. Так. Автономные дома. Вот это мы здесь поставим. Давайте, я думаю, все поставим. Вообще, будет целиком район у нас такой, знаете, новенький. Чисто с этого дополнения. По идее, здесь сейчас магазинчики должны будут поменяться, да? Вот один уже уехал. Ага. Тут тоже уже свет погас. По идее, он сейчас будет уезжать. И здесь что-то новенькое у нас построится. Я надеюсь. Ну, должно, по идее, должно. А, до него просто электричество не дотягивается. Вот ну что. Ну, тогда мы поможем тебе уехать. Все, давай уезжай. Пока, я думаю, мы здесь отменим зону. Сейчас здесь немножечко разграничим все это дело, да? Построим дороги, естественно. И будем застраивать потихонечку этот район новый. Кстати говоря, я бы на самом деле... О, я бы на самом деле все-таки построил. Денем здесь еще мусоросборник какой-нибудь. Ну, тут капец. Тут не построишь, иначе будут везде загрязнения этим. Ладно, ничего, потерпим. Потерпим эти значки. Их, в принципе, немного. И потихоньку они вот сейчас машина сюда приедет. Наверное, их заберет, да? Все. Ну да, вот оно и исчезло. Хорошо, давайте здесь тогда... Как мы с вами разметим-то это все дело? Я думаю, вот эти перекрестки тоже возьмем. Которые здесь у нас, в принципе, есть, да? Разметим при помощи них же так. Давай сюда дорогу хотя бы одну проведим. А дороги здесь тоже мы сделаем, естественно, с деревьями все. Все-таки зеленый район, знаете. Зеленые деревья. Все, мне кажется, логичненько. Так, главное, чтобы здесь никаких светофоров у нас не появлялось. Ну, по идее, вроде не должно быть. Вот непривычно действительно строить в такой темне. Как бы землю не видишь. Такой, типа, чего? Чего? Хорошо. Так, здесь, я думаю, тоже, в принципе, можно еще один перекресток замутить, да? Отсюда тоже соединение районов у нас будет таких. А, ну да, кстати, я дорогу немножечко... Линию, вернее, для трамваев наших будущих поменял. Провел ее не здесь, а вот райончик. Все, наверное, магазины стоят. Поэтому, думаю, так будет нормально. И потом мы застроим и запустим уже и трамваи по этому району, естественно. Так, хорошо. Только здесь немножко наискосок у нас получается, да? Поэтому, я думаю... Вот отсюда мы с вами немножко по-другому сделаем. Блин, зараза какая. Ладно, мы сделаем так и вот так. Пускай вот здесь вот скривится немножко, а здесь будет прямо тогда у нас. Все, соединение, в принципе, у нас есть. Это главное. Здесь я бы добавил еще тоже, наверное, один перекресток, как минимум. Так, ну, по центру примерно добавим. О, давайте здесь где-то, да? Я думаю. Блин, так, давайте тоже с деревьями сразу дорожку возьмем. Вот так вот сделаем. Сделаем мы с вами вот так. Вот так и вот так. Вот. Таким образом. А здесь мы дорогу с вами просто сейчас как-нибудь в эту сторону загнем и тоже разметим. Так, сейчас. Хотя можно даже сделать вот так, наверное. Так, сейчас посмотрим. Давайте раз. Здесь можно, в принципе, привязку-то уже убрать. Здесь сейчас будем на глаз все делать. Так. Хорошо. Здесь добавим еще пару перекрестков, я думаю. Это, в принципе, не помешает. И сюда еще дорогу тоже провести нам надо, естественно. Ну что ж, наш район, в принципе, готов для заселения. Разметил я дорогами его. Добавил также еще парки оздоровительной зоны и переработку отходов в этот район. Ну, раз он же у нас будет зеленым прямо-таки, да? Кстати говоря, вот эти магазины тоже попадают под это влияние, скажем так. Магазин Нептун. Так, вот я не знаю, они, по-моему, уже перестроились, да? Потому что таких раньше я не видел, честно говоря, магазинов. А, нет, вот. Тут понятно, какие сразу перестроились. Смотрите, какое интересное здание. Машина какая-то стоит. То ли это... А, это, наверное, какие-то электрокары продают они здесь, да? Скорее всего, я думаю. Да-да-да, 100% электрокары, потому что по значку видно. Интересно, интересно. Хорошо. Так, здесь у нас лэпы стоят. Я думаю, мы здесь, в принципе, можем их удалить. Здесь нам-то... Вот, 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 не вижу вообще, где они идут. Не вижу. Только так, знаете, на ощупь, что называется. Хорошо. И мы, в принципе, как раз-таки, у нас появилась некоторая потребность в жилых зонах. Сейчас попробуем построить. Будем строить тоже высокой плотности. Здесь зеленый район высокой плотности будет. Мне кажется, это вообще будет отлично смотреться. Так. Ну, давайте приступим. Я думаю, я думаю, можем поставить здесь дома, да? Первые какие-нибудь в этой области. Тут у нас будет сейчас тоже идти и здания, собственно, офисные располагаться, само собой. Тут мы в этих промежутках поставим пешеходные дороги, чтобы они могли как-то ходить. На эти связанные все это тоже было у нас. Ну, и потом нужно будет сюда метро провести, конечно. И, в принципе, можно, думаю, будет запустить трамвай. Они, конечно, здесь будут еще обходить вот это все. Но сейчас, с другой стороны, можно было бы здесь трамвайные пути пропустить. Но я, честно говоря, не очень хочу. Не очень хочу. Просто пускай только по кругу ходят и все. Так, хорошо. У нас пошла вроде бы первая застройка. Сейчас посмотрим, что у нас за домик интересно построится. Но я надеюсь, что будет клево смотреться. Так, а мы с вами пока давайте расширим границы всего этого действия, да? Нам требуются магазинчики. Но магазинчики, в принципе, у них есть где построить. Магазин у них, в принципе, есть где построить. Поэтому сейчас немножко подождем. Просто, да? Так, ну-ка. Ну, пока вроде здание как здание, честно говоря. Обычное здание. Автономные дома. Окей. Но, видимо, он... А, нет. Что-то тут есть зелень немножко, да? Спереди. Видимо, где вход у них. И парадная располагается. Что-то тут такое зеленое, конечно, есть. Я думал, честно говоря, на крыше что-то будет. Но, видимо, может быть, когда они апгрейдятся, да? У них что-то, ну, сколько раз, два, три, четыре, ну, пять стадий тоже, понятно. Вот. Вот это уже что-то похожее. Вот это уже что-то похожее. Ну, это, наверное, вряд ли, конечно, солнечная панель. Это, наверное, просто крыша такая. Но здание интересное, на самом деле. Здание весьма интересное. Необычное, скажем так, да? Он еще и светится ночью. Прикольно. Здорово, здорово. Слушайте, нет. Здорово все-таки. Все-таки это прекрасно. Так, ну, здесь, в общем-то, примерно... Хотя нет, тоже необычный такой, смотрите, да, дизайн прям такой веганский. Шучу, конечно, но забавно, забавно, интересно смотрится. Хорошо, давайте будем застраивать дальше. Магазинчики тоже сейчас давайте пробежимся, посмотрим, что здесь. Во, ну, тут прям видно. Тут прям видно, смотрите. Сейчас я включу камеру даже. Прям кафешка такая, да, зеленая, зеленая. Тут, наверное, мясо не подают. Тут для электрокара в парковке есть специальные, смотрите-ка. Да, и тут, видите, приезжают сразу, видимо, из наших ферм и загружают едой местной. Кофейня какая-то, да? Ну-ка, давайте даже сделаем вот так, поближе чуть-чуть. Класс. Слушай, мне нравятся определенные здания. Прикольно, что у них везде зелень, даже на крыше. Ну, на крыше здесь как бы можно выйти, да, и там даже столики стоят. Вообще супер. Так, чувак, ты, кажется, как-то... А эта дамочка, ты как-то неправильно, мне кажется, села за стол. Ну, ладно. Не за стол, а в стол села. Ух, ты, смотрите, какая парковка. Ой, не парковка, это заправка, заправка, да? Здорово. Вообще класс. Какая огромная. Прикольно, смотрится. Ну, опять кафешки эти все идут у нас, да? Тоже какое-то, смотрите, интересное сооружение. Сделано как будто бы из контейнеров. Да не как будто бы, скорее всего, из них сделано. Кафе тоже какое-то. На сути, всякие разные салаты есть. Преимущественно салат, скорее всего, да, и фрукты. Ну, понятно, в общем, такое. Палатки, прям такие, смотрите, рынок, да? Здорово, здорово. Прямо действительно рынок такой сделан. Класс. Электрокары тут продаются у нас. Тоже какие-то магазинчики. Кафешки идут. Ну, трактора приезжают, да, с запасами. Зерна. Не, здорово. Слушайте, мне нравится. Мне действительно нравится. Это клево. Так, ладно, возвращаемся. Все, господи, думаю, зависнет сейчас. Возвращаемся сюда. Дома здесь да застроились у нас отлично. Класс. И можно, в принципе, продолжать в том же духе. Давайте, как раз-таки, у нас пока потребности есть во всем этом. Мы сейчас здесь немножко закрасим еще тоже. Мест под застройку. Для них, да? Так, тут мы как сделаем? Тут мы давайте построим вот так вот. Пускай здесь офисы будут у нас. Здесь тоже немножечко офисов добавим. Во. Все, а здесь уже можно будет все домами застраивать. Давайте вот эту зону тоже для домов выделим. Эту зону все для домов. Пускай потихонечку у нас застраивается. Но выглядит действительно интересно. Выглядит действительно весело. Кстати, у нас еще и в этом районе с вами все очень плохо с развлечениями, да? Поэтому, я думаю, стоит добавить. Вот тропический сад у нас появился. Смотрите, тропический сад остров рыболовов. Настоящий раз для жителей и гостей города, обожающих рыбалку, остров плавает в воде. Так что рыболов оказывается максимально близко к рыбам. Вот это здорово. Это прикольно, слушайте. Но это надо на воде оставить. Ну да, само собой. Само собой. Так, вот так набер... Речка слишком узкая, чтобы тут поставить. Вот здесь можно будет где-то поставить, да? Например, блин, тут у нас же загрязнение. Кстати, по поводу всего этого тоже. По поводу загрязнения у нас появились... Так, ну тут понятно все вроде бы. Мы обязательно сейчас тропический сад установим с вами. У нас появились, знаете что? Так, где это было? Подождите-то. Вот-вот-вот-вот. У нас появился плавающий мусоросборник. Снижает уровень загрязнения водоема. Здание нужно размещать на воде. То есть мы, в принципе, можем здесь с вами разместить. И по идее он будет уменьшать вот это вот как раз-таки загрязнение. Давайте попробуем. Что он вообще потребляет? А, ничего не потребляет. Просто очищает воду. Хорошо. Как раз-таки он, по-моему, здесь подходит, да? По толщине. Практически. Ну давайте. Так. Вот, правда, сейчас... Ну сейчас утро будет уже, будет более-менее его видно, да? Что он из себя представляет. Ну, плавучее такое очистное сооружение для воды, видимо. Ой, как там. Даже тонет немножко. Вот таким образом это очистно. Да, смотрите, там крутятся какие-то... Не знаю, что-то лопасти. Видимо, с какими-то фильтрами, да? И очищают воду, пропускают через себя. Интересно, интересно, вообще забавно так. Ну и как это влияет? Ну, пока, видимо, никак. Но их, в принципе, тут можно много-много-много поставить. Может быть, это как-то повлияет. Либо же это будет влиять только в озере в каком-нибудь... Загрязнение водоема написано вообще. Но я думаю, что это к речке тоже относится. Ладно, пускай здесь пока побудет, так скажем, да? Мы потом посмотрим. Вернемся к нему обязательно. Но хотя, мне кажется, одна штука такая вряд ли справится с таким загрязнением. Там будет видно. Кстати говоря, мы так-то, в принципе, можем с вами... Мы, в принципе, можем с вами что сделать? А, ну-ка, у нас все. У нас уже водоочистная станция появилась. Супер. И потом еще экологическая водоочистная станция появится. Вообще здорово. Но я думаю, мы в любом случае сейчас давайте заменим тогда... Заменим, конечно же, вот это вот все. Непотребство. На нормальные станции, да? Чтобы у нас не так яро загрязнялось все это. Так, здесь давай раз. Поместится ли оно все? Мне кажется, здесь дороги не поместятся. Два. Ну, дорогу переделаем, значит. Значит, переделаем сейчас с вами дорогу просто немножко. Давайте пока с паузы снимать не будем. Просто больше закруглим, чтобы она здесь действительно не мешалась. Давайте прямо вот так вот здесь трамвайчики наши немножечко подвинуться еще. Поскольку здесь у нас все-таки должны быть очистные сооружения, я думаю, стоять. Чтобы вся эта гадость у нас из города улетучивалась. Так, давайте здесь такую дорогу сейчас сделаем. Так, паре еще только, главное, завернуть ее. Чтобы она просто не мешалась. О, господи. А, нет, вроде, нет, когда близко нормально смотрится. Издалека смотрится как будто немножко угловато. Все хорошо. Так, здесь у нас дорога пойдет. Сейчас поровнее сделаем только. Вот так сюда, да. И я думаю... Думаю, здесь-то можно, в принципе, и прижать ее. Потому что вряд ли у нас будет столько очистных сооружений. Хотя, конечно... Ну вот, я думаю, вот так сделаем тогда пока что, да. Здесь немножко потом тоже подопустим ее. Чтобы она немножко получше смотрелась. Так вроде бы все в порядке. Все потихонечку у нас здесь закругляется. Отлично. Сейчас сразу третью поставим. Я думаю, да, тогда. Так, раз. Все здесь стоит. Отличненько, хорошо. И трубами, конечно же, соединяем. Так, а сколько у нас электроэнергии-то потребляют они? 480 киловатт. Так, ну на 3-то там получается почти полтора мегаватта. Полтора мегаватта, выходная мощность. А, нормально, нормально. Все, огонь. Справляется. Справляется наш ветряк. Поэтому все хорошо должно быть. Сейчас и загрязнение поменьше станет. Ну, камон, давайте работайте. Вы что? Во, все, заработали. Отлично. Отличненько. Сейчас все это у нас уйдет. Да, конечно, мне кажется, он вряд ли будет здесь справляться как-то. Предварительность 50 метров кубических в неделю. А, ну у него совсем малюсенькая, конечно. Насколько эти выбрасывают. 106. Ну, короче, у нас город производит до хрена. Так, не-не-не-не, канализация 400. Так, 300. Ну, понятное дело. Типа нам надо 6, как минимум, таких штук поставить, чтобы здесь что-то было. Ладно, я думаю, мы посмотрели на нее пока уберем. Типа толку от нее сейчас здесь небольшого... Небольшой толк от нее, вернее, будет. Да и тем более у нас сейчас здесь очистные сооружения стоят. Это уже будет хорошо все. Значит. Ну, как минимум, не так ужасно. Все, ладненько, с вами разобрались. Так, что у нас здесь? О-о-о, смотрите, какие вот. Здорово, да? Охренеть тут здания. Ничего себе зданица. Вот это да, вот это небоскребы. Это у нас, между прочим, офисы. Это офисные здания, ребят. Медисон Моторс. Охренеть. Но это, видимо, как раз-таки те ребята, которые электрокары делают для нас. Жесть. Это даже круче смотреть, чем обычный год, знаете. Типа, ну, высотки. Конечно, здесь тоже высотки, но тут прямо аж небоскребы такие. Офигеть, красота какая. Вы только посмотрите на это. Здорово, да? Вообще, о чем медь можно? Класс. Хорошо, хорошо. Так, ладно, давайте что-нибудь поставим здесь для усиления наших работящих ребят. Я думаю, тропический сад, да? Рядом. Где-нибудь здесь можно поставить его. А он тоже немаленький, знаете. Сейчас я хочу посмотреть, сколько он вообще удовольствия будет давать. Или вот здесь можно его поставить. Давайте здесь поставим. Что он, во-первых, будет из себя представлять? Ну, понятно, все новые деревья, короче говоря, да? Так, стойте, подождите. Мы тропический сад где-то уже ставили, по-моему, если я не ошибаюсь. Что-то я сейчас глянул на него. Мне кажется, мы его ставили уже где-то. Где-то он, по-моему, у нас уже был. Потому что я еще помню, что я такое говорил, типа, вот водоемчики тут есть. Так, ну-ка, мне даже интересно стало, где же он у нас есть? Где? Или нету, подождите. Что-то мне приснилось, что ли? Блин, у меня такое стойкое ощущение, что мы с вами уже разглядывали его. Ладно, допустим. Или я про бассейн что-то говорил. Не помню, ну ладно, короче, не суть. Не суть важна. Главное, что он у нас... А, вот же он, по-моему, да? Да-да-да, точно. Вот он, есть у нас нашли. Я и думаю, что-то что-то было такое. Ну, хорошо. Есть и есть, лишним не будет. Но что-то он как-то вообще... Камон, отдых-то будешь нам давать или нет? Давайте-ка еще куда-нибудь сад сюда поставим. Такой вот. Замечательно. Ну да, тут нам, конечно, мощное сооружение. Что-то над каруселью по-любому ставить. Чтоб что-то как-то поменялось. Это вообще жесть. Действительно, совсем какая-то жесть происходит. Так, давайте. Ну, потихонечку, конечно, избавляются они от напряжения своего, да? Но этого явно мало. Этого явно и мало. Так, тут у нас все мешается, мешается. Ну, тут что-нибудь поменьше еще можно поставить. Небольшой, допустим. Маленькая игровая площадка. Блин, да, зараза. Все равно, дорогие, все будет убирать нас, да? Давайте сюда еще рядом поставим. Еще игровую площадку вам. Здесь сейчас карусель куда-нибудь поставим, влепим. Так. Куда бы вас здесь поставить-то? Мне кажется, вместо этого парка лучше карусель куда-то поставить. Будет явно больше эффекта иметь. Сейчас, во-во-во. Вот пошло дело сразу. Сразу пошло дело. Так, ну что ж. Увеселение немножко нашим ребятам еще добавили. Мы с вами. Стала явно лучше картина. И нам, в общем-то, остается заселять. Только дальше этот район замечательный. Ну, конечно, да. Слушайте, здания меня, честно говоря, впечатлили. Вот эти вот небоскребы. Это просто нечто. Это действительно высоченные здания. А тут прям вот, знаете, действительно такого крупного города ощущение складывается сразу. Ладненько. Мы с вами здесь все сейчас заселим тогда, да? Ну, тут, по крайней мере, кусочек. Посмотрим, где еще магазины какие поставим. Поставим с вами деловые зоны, конечно же. И посмотрим уже дальше по мере поступления, да? Так сказать, по мере того, как будет необходимость в чем-либо. Тут, конечно, пробочки у нас собираются, блин, на этом перекрестке. Не все машины все-таки выезжают здесь или либо здесь, да? Некоторым нужно и здесь выехать, допустим, на шоссе. Я, на самом деле, бы, может быть, даже разгрузил еще чуть-чуть вот эти вот, вернее, вот эту дорогу. Поскольку некоторые машины у нас уезжают сразу на это шоссе. Да, ну, многие, конечно, едут и в город, это понятное дело. Но все равно какая-то часть уйдет. Поэтому, думаю, может быть, здесь еще ответвление все-таки сделать. Такие, знаете, небольшие подземные, возможно. Я думаю, сейчас так сделаем. Все, процесс пошел. Многие стали выбирать эту дорогу. Либо, наверное, будут выбирать эту дорогу, да? И выезжать на шоссе. Таким образом, соответственно, мы здесь тоже с вами эту часть разгрузили. Хорошо. Вот, кстати говоря, наступает вечер очередной, и город загорается разными красками. Конечно же, красота. Да, слушайте, давайте посмотрим, как... Ой, ну небоскреба, это вообще нечто, конечно. Подсвеченный со всех сторон. Просто прожекторы стоят снизу, подсвечивают всю эту красоту. Выглядит обалденно на самом деле. Ладненько, не будем, опять же, долго отвлекаться. Нам нужно застраивать эту часть. Все тоже здесь, я думаю, смело можно поставить жилые дома. Здесь мы тоже, давайте, с вами жилье поставим. Тут жилье, здесь жилье. Везде будет немножко жилья. Ну, а, в общем-то, районы с коммерцией, да, у нас будут идти, как всегда, по главным дорогам. В общем-то, здесь потом и трамвайный маршрут у нас будет проходить. Поэтому, я думаю, самое то замечательно будет получаться. Так, хорошо. Я думаю, что в этот район нам нужно с вами поставить символ изобилия. Все-таки район зеленый, да, у нас много промышленности с вами, сельскохозяйственной. Поэтому самое место, я думаю, ему будет как раз таки в этом зеленом районе. Поставим мы его вот сюда. Он будет как раз таки радость нашим людям, приносить отдых, да, и все такое. Здесь пускай будет у нас этот символ. Отлично, он тоже подсвечен у нас. Вперед к труду и обороне, что называется, да. Ну, отлично, монетка какая-то даже сзади есть. Неплохо, неплохо. Все, и продолжаем застройку этого района, конечно же. Пока есть потребность, да, нам надо с вами ее удовлетворять. Естественно, в жилых зонах. Пускай к нам новые люди приезжают. Пускай они к нам все приезжают и будут жить в нашем замечательном городе. И наш город будет расти, конечно же, дальше. И развиваться. Так, это тоже все хорошо. Дальше у нас город будет развиваться в эту сторону, естественно. У нас, в принципе, здесь еще предстоит с вами много работы. Еще практически, можно сказать, один район, да, здесь будет у нас застроен. Я думаю, возможно, возможно, я даже здесь сделаю развязочку еще и пущу как раз-таки в этот район. Ну, вот единственное, что, конечно, ну, в любом случае, они, я думаю, через город тащиться-то особо не будут сильно, да. Им проще будет объехать по шоссе, чем они там будут по пробкам ездить, еще как-нибудь. Возможно, соединим вот это все-таки шоссе как-то здесь, да. Вот здесь, возможно, сделаем еще одну развязку тоже, чтобы им была возможность объезжать и здесь. Чтобы они в город сильно не ссувались. Ну, что-нибудь придумаем обязательно, потому что если они будут все-таки все через эту ехать, то это потом придется в любом случае через город весь переса. А это не очень клево. Поскольку, как мы видим, да, вот эти вот отводные пути, скажем так, они даже имеют популярность. Ну, само собой, проще по шоссе, чем по городу, опять же, повторюсь, тащиться. Хорошо, мы здесь, значит, с вами застроим. Здесь тоже будем застряивать. Здесь, я думаю, достроим уже обычным районом, да. Здесь как раз-таки чисто зеленый будет райончик такого плана. Здесь потом посмотрим. Здесь может быть смешанный какой-то сделан, может быть еще что-то. Но здесь точно нам нужно будет с вами построить, я думаю, все-таки вокзал. Вокзал имеет место быть, да. И чтобы путей сообщений в наш город было еще больше. Ну что ж, друзья, на этом серии пока что мы с вами завершим. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте вставлять свои комментарии и нажимать на колокольчики. Но мы с вами уже увидимся в следующей серии. Всем до скорого и пока-пока.